Да, еще раз, мои дорогие братья и сестры, мир вам всем. Сегодня Господь дал снова такую милость, что мы можем и сегодня быть с народом здесь на служении. Сегодня Господь нас собрал для того, чтобы нам тоже сегодня слышать Слово Божие. То, что Господь хочет сказать каждому, в сердце нашей, и мне, и вам. Я не знаю, что хочет Господь сказать, но Бог знает каждого сердца, потому что Он видит состояние нашей Господь, Он видит наше все хождение перед, как мы ходим перед ними, и также и в эту новую неделю, как мы ходили с 4 до сегодня, и сегодня уже у нас 13 июня. Смотрите, как время бежит, уже, можно сказать, уже полмесяца июня нет. Но Бог так, Бог делает, чтобы мы, конечно, смотрели на это календаря, смотрели на все и смотрели, конечно, на нашу жизнь. Потому что и наша жизнь тоже так бежит. Недавно мы все были здесь маленькими детьми, вот только родились, а вот пришло какое-то время, мы уже стали и дедушками, и прадедушками, прабабушками, бабушками, родителями. Видите, как Бог нас охраняет, оберегает. Сколько Бог нас ведет и держит. Знаете, я вчера смотрел видео похороны. Знаете, сколько молодые люди умирают. Сколько молодые люди умирают. Я не знаю, по какой причине они умирают, или аварии, или как. Но похороны за похороны, особенно здесь вообще по всему миру. Потому что Бог предупредил, что Бог будет забирать готовых и не готовых. Кто готов и кто не готов. Он нам, как слово, нам учит и говорит, что мы всегда были готовы. В любую время, в любую секунду. Потому что мы этого дня и сейчас не знаем. И сегодня Бог хочет тоже сказать Духово Святым в наши сердца. И сегодня, как мы всегда говорим, и пишется Слово Божие, у кого были уши, будут слушать. Слушать Слово Божие, потому что Бог хочет сказать, чтобы люди исправились. Где надо, конечно, может покаяться. Где-то надо примиряться, чтобы быть там с Иисусом. Мы знаем, что этот путь для нас, он нелегкий. Потому что мы читаем Слово Божие и пишется, как нам Христос нам показал этот путь. И Он сказал Слово Божие. И чтобы и мы за Ним тоже следовали по этому пути, как Христос ходил. Знаете, я так немного приучелся, как, знаете, где наш брат Иаков, апостол. Он с первой главы нам напоминает. И у него много нету глав. У него только пять глав. Но эти пять глав, знаете, мои дорогие братья и сестры, друзья, это самое главное для каждого, для нас, христиан. Потому что Он нам говорит, и через Слово мы должны Его, конечно, тоже исполнить. Потому что Бог, Он не лицеприятельный. Бог не любит обманщиков. Бог не любит лицемеров. Бог любит истину и правду. Потому что мы Писание знаем и мы Писание читаем каждый раз. Знаете, иногда, я уже много раз говорил, я думал, может, Яков говорю, когда я слушал тоже проповеди, люди, братья тоже говорят. Мы не знаем, что людям уже проповедовать. Не знаем. Потому что никто уже слушать не хочет Слово Божие. Никто не хочет трудиться на Ниве Божьем. Потому что, ну, это, конечно, выбор человека. Но, знаете, однажды мы все предстанем перед Богом. Все. И готовы, и не готовы, будем стоять перед Богом. И будет Бог нас судить. И будет очень строго нас спрашивать за наши дела. Он не будет спрашивать за мир, который ты жил в мире, что ты там строил, что ты там покупал, что ты там делал. Он это не будет спрашивать. А он просит то, что эта книга есть. Эта книга пророчества. Потому что у каждого есть. Не, я думаю, что она одна, а многие. Много. Это есть такие книги Библии. И многие, знаете, лежат книги, эти Библии, где-то в Серванте, в шкафах. Они уже в пыли. Даже никто они уже не читает. Вот. Знаете, сейчас такая привычка. Извините меня, люди, братья, даже особенно братья, говорю, что выходят проповедовать с гендями, с мобильниками, с планшетами и с другими. Ну, где такое, я такое раньше, когда, знаешь, в старое время, как вспомнишь, где мы жили в Казахстане или вы там. Мы всегда носили, мои родители носили всегда книги. Библии. Даже раньше, я помню, моя сестра, не было песни, а люди писали. Она тоже писала эти песни, песни писала. И поэтам тетрадям они пели. А сейчас все есть. А люди лень стало даже уже с собой носить Библию. Носить Библию или песни. Знаете, я не хочу вас совершенно сказать. Я хочу искренне сказать. Хай судят, не судят, но так говорит Слово Божие. Нам не надо лицемент. К нам приехали братья тоже, знаете. И выходит один брат не с Библией, а с планшетом. Вот. И он, знаете, читает и так листает. И, знаете, ну, видно, что он ничего не хорошо не понимает. Вот. Потом после служения я ему сказал, я говорю, брат, ты прости, но нам так не положено, нам надо Библию. Но я думаю, что брат обиделся, конечно. Вот. Но он теперь эту последнюю субботу приехал, он уже Библию с собой взял. И я смотрю, молодые, особенно люди молодые, уже песни не поют с песни, они берут свои мобильники. Из мобильники, конечно, так можно все скачать. Можно и Библию скачать, можно и песни скачать. Ну, один вопрос стоит для меня и для тебя. А это Богу угодно? Богу это нравится? Когда мы стоим и проповедуем с планшетами, с мобильниками, или мы поем с планшетом или с мобильником. Это Богу нравится? Может, он может сказать, ну да, самое главное, что мы прославляем, это независимо. Нет, это все зависит. Потому что Бог все записывает в нашей книге жизни, наше хождение, наше все. Потому что Бог не хочет, чтобы человек кто-то погиб, или чтобы человек кто-то не зашел в царство Бога. Наоборот, Бог пришел на эту землю, послал Сына Своего на эту землю спасать меня и тебя. Вот этого разраста, вот этого мира. Чтобы мы имели эту связь, чтобы мы были с Иисусом. Конечно, мы видим, сейчас какое время тяжело настает. Я знаю, когда мы жили в Казахстане, это уже в 70-х, 90-х годах, или 80-х годах, там вообще у нас не было Библии, извиняюсь, мобильники. В телефоне кто были? А это мобильники, такое там все, компьютера, у нас не было. У нас такого даже нет. А сейчас, знаете, сейчас такое время настало, что даже маленькие дети уже сидят в этом интернете, сидят в этом мобильниках и там в компьютерах. Они даже больше понимают, чем мы уже. Смотрите, как враг действует среди народа. Среди народа Божьего, потому что я всегда говорю, и буду говорить, нам надо всегда молиться за наших детей, за наших внуков, правнуков, за нашу молодежь, которую враг крадет, этих детей, этих молодежь из церкви. Мы видим, церковь пустеет, молодые уходят. Только бывает, что одни старцы остаются. Почему он уходит? Почему молодежь уходит? Потому что сейчас такое время, никому не говори, ничему никому не скажи. Сразу обиды, недовольство. Вот такой пастор, вот такой брат, вот такая сестра. Вот. И уходят. Ну, они далеко не пойдут. Потому что Бог видит каждого человека. Бог видит их шаги. Бог видит их хождение. Бог все видит. И сегодня Бог с нами. И мы сегодня будем тоже просить и молиться, чтобы Бог сегодня с нами был. Мы уже молились и будем еще молиться. Нам надо и молиться за каждого. Друг за другом. Не только сегодня. Вот в группе мы должны молиться. Мы должны и дома молиться, где мы находимся дома, не находясь в группах или в церкви. Друг за другом. Так говорит Слово Божие. Потому что от Слова Божия не убежишь. Она стоит. Она день и ночь. Она это Слово Божие больше 2000 лет. Что Бог нам оставил эти заповеди. Это все. Она есть. Почему нам... Я вот даже здесь такие слова напоминаю. Я зачитаю все от главы. Откуда у вас вражды и родственники? Не отсюда ли от вождение ваше? Воюйте в членах ваших? Желаете и не имеете? Убывайте и завидуйте. И не можете достигнуть? Препирайте, не враждуйте. И не имеете? Потому что не просите. Просите. И не получайте, потому что просите. Не на добро. А чтобы употребить до ваших подлинней. Перелюбодеи и перелюбодеи. Не значат ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак. Кто хочет быть другом в миру, тот становится врагом Бога. Или вы не думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем более дает благодать, чему искан Бог горным противится, а смиренным дает благодать. Итак. Покоритесь Бога, противостаньте дьяволу, убедитесь от вас. Приблизитесь к Богу и приблизитесь к вам. Ощищайте руки, грешники, исправьте сердца воедушные. Сокрушайте плащи, рыдайте смех, до вас обратиться в плащ и радость печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не заслужьте друг друга, братья. Что за слово брата, или судит брата своего, то за слово закон, и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполняешь исполнитель закона, но судья. Смотрите, здесь он нам ясно, очень ясно, Иаков говорит слово Богу. Откуда у вас вражды? Вражды? Неужели от вожлений ваши? Действительно, мы сейчас смотрим, действительно, я только что сказал, никому сейчас нельзя, никого не обречить, никого нельзя ничего сказать, потому что все обиженные, все такие недовольные, ропоты, недовольство, гордость у человека. Вот это он говорит. А он говорит, вы просите? А что вы просите? Если у нас между собой мира нету, если у нас разногласия, споры, что Бог нам даст за это? Он не даст. Потому что он говорит, женайте и не имейте, убывайте, завидуйте, и не можете достигнуть, прииграйте и враждуйте, и не имейте, потому что не просите. Просите, не получайте, потому что просит, не на добро, а чтобы втюрлить для ваших вожлений. Видите? Потому что Бог строго говорит, знаете, брат Иаков, наш апостол, он тоже нам говорит это. Он для нас оставил, для тебя и для меня. Чтобы мы, читая, и задумали, что хочет Бог от нас. И даже если мы в первой главе сразу читаем с второго стиха, так и написано, «Великие радости принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недоставка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просить у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дается ему. Но да просить веру, немало не сомневаюсь, потому что сомневаюсь, что подобно морской волне ветром поднимаем и развиваем. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек, злоющийся мыслями, не тверд во всех путях своих. Смотрите, здесь он тоже очень ясно напоминает нам Яков. Он говорит, «Великие радости принимайте, братья, принимайте, братья, в мои, когда впадаете в различные искушения». Да, конечно, Бог нас тоже испытывает, Бог нас пробирает. Бог смотрит, или мы ему будем верны до конца, или только мы верны, хоть я, хоть и все мы здесь, может кто-то еще, только здесь в группах или в церкви, или в мирное время, а Бог будет нас испытывать. И что? Вот сейчас, как идет военное время, как идут потопы, как идут землетрясения, там будет гонение, идет гонение на народ Божий. Бог тоже это испытывает, или мы будем верны. Знаете, я всегда вспоминаю Писание, когда Христос был, ученики тоже были такие, знаете, они даже, можно сказать, клялись, говорят, мы умрем на тебя, даже Петро, там и другие, да. Но когда, когда было предательство, когда Иуда продал его, да, и он, Христос, что сказал? И вы в эту ночь рассеетесь. Когда мы видим Писание дальше, мы видим, что действительно, все рассеяли, все разбежались, вот, потому что один Христос остался, а все остальные разбежались, убежали. Вот и так и вопрос нам задется каждому из нас. Какой я буду? Какие я буду делать? Или нет? И дальше он пишет, как Петро, ну, можно как, по-любописту, хотел посмотреть, узнать, что там с Христом дальше будет. Видите? И то, там его узнали. Видите? А Христос сказал, когда Петух пропоет, ты отрячешься от меня. Видите? Он думал, что Христос так говорит. А когда пришло это время, действительно, Петр потом вспомнил, что Христос ему сказал. Он вышел и плакал. Видите? Потому что Бог привирает каждого сердца. Потому что, когда, знаете, я открыто скажу, я себя, это тоже касается мне. Потому что мы герои, когда у нас мирное время, когда у нас все тихо, спокойно, нас не трогают. Мы все собираемся, все молимся, все, все. И хорошо проповедуем, все делаем. Но когда наступит это время, как говорится, Слово Божие, вот, когда мы уже, мы будем проверить себя, какой я был, как я буду дальше делать. И то он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И там дальше пишется. Видите? Если он так говорит, он даже, если у нас нет веры, если мы там просто просим, у нас сомнение, что ясно говорит? Он ясно говорит, здесь такие слова. Да не думай, такой человек получит что-нибудь от Господа. Человек с двоюшимся мыслями не твёрз во всех путях своих. Действительно. Мы просим, мы хотим, чтобы Бог нам благословлял. Мы хотим, что мы хотим, что мы хотим. Но когда Бог нам даёт, и мы попадаем, люди просят, дай вселенение. Я вам открыто вручу. Люди просят за Дух Святой, чтобы Бог хрестил и Дух Святой. Бог даёт нам. Вер. Мы просим веровать, молимся, веровать. А когда мы просим, а враг, он тут быстро, так быстро подходит сразу к человеку, и он своим мыслям раз, и мы отключаемся, и мы попадаем в сеть врага. У нас вера уже пропала. Я уже говорил, может, и не говорил, когда мы ехали у нас здесь в Германию, одна сестра позвонила, хотела иметь дар Духа для того, чтобы Бог перекрестил Духом Святым. Она была из адвентистов седьмого дня, и она желала иметь дар Духа Святого. Но мы, я, я еще один брат и три сестры, мы поехали к этой сестре, и мы молились. Да, Бог крестил Духом Святым в день. Крестил ей, дал ей это знамение, дал то, что она просила тогда. Сколько она с нами была вместе, ну, потом после служения там поставили стол, там, кушали мы сюда, молились, благодарили, все хорошо. Пришла она домой, кстати, ей такой, сразу такой мысль подошел враг, сразу. А ну-ка, попробуй, помолись Духом Святым на иных языках, или ты сможешь молить, или нет. Она говорит, я даже рот не могла открыть. Понимаете? Видите? Потому что все, сомнение ушло. Она послушала голоса врага, а не голоса Божия. Что Бог дал ей это да. И до сегодняшнего дня она умерла уже, и она уже больше не получила Дух Святой в языке. мои дорогие братья, все же, то и слово Ираку нам говорит. Если мы верим, если мы просим, Бог поверит в наш исцелить, поверит наш Бог дать то, что мы просим. Потому что враг не хочет, чтобы человек был в вере, чтобы человек имел эту жизнь вечную. Почему Христос сказал, он пришел убить, украдь и погубить? Она истина так. А Бог пришел спасать человека. Бог хочет, чтобы люди имели эту жизнь вечную, чтобы они были с Ним и там, жизнь вечную. Пусть Бог каждому поможет. И он и дальше говорит, я немножко остановлюсь на эти главы Иакова, где Иакова нам очень ясно объясняет и говорит для нас, дети Божьи, чтобы мы это читали и разумели, чтобы нам не впасть в искушении, потому что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб из нас. И он здесь тоже говорит 19 главы первой стиха, 19 стиха из первой главы. И так, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скоро нас слышен медленно слово, медленно гнев, ибо гнев человек не творит правде Божий. Посему отложившим всякую нищесоту и остаток злобы и кротости примите насаждаемое слово могуще спасти ваши души. Будьте же исполнительны слова, а не слышат ли вы только обману самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобный человек, рассмотревший природный читатель своего сделка, он посмотрел на себя, отошел и сейчас забыл каков он. Но кто вникнет в закон, совершенный закон свободы и пребудет в нем, тот будучи неслышат забывчивым, но исполнительным делом блажен будет своим действованием. Смотрите, здесь тоже нам очень ясно, знаете, так говорят, нам западе Божьем уже не надо, нам законы не надо, это все было для старого завета, для евреев, для Израиля, она тут ничего не поменялось. Если мы читаем старый завет, то самое и в новом завете, что Христос все пришел, он сказал, я пришел, сейчас все отменяю, я буду делать уже по-своему. Нет, он это не сказал. Он сказал, я пришел, исполни то, что отец мне заповедал. Я пришел не убавлять, не пришел не прибавлять, а говорить то, что отец мне говорил. Он не сказал, зачем мне отец, это для старого завета было, я сейчас новый пришел, по-новому буду делать. Нет, это не сказал. Он исполнял то, что ему отец говорил. А мы только слушаемся чем другое. Мы не читаем, не слушаем слово говорить. Нам надо слушать то, и нам надо различать духов, откуда дух святой. Как написано 1 Иоанна 4 там ясно написано различайте духов. Есть дух от сатаны, есть дух от Бога. Многие попадают в ловушках, они не просят, даже есть пророки, есть которые видят видение, они попадают в ловушку, в радовскую ловушку. Они услышали все, уже говорят, что-то не так показалось, ему кажется, что он ему показал видение от Бога, или сновидение, а это не так. Знаете, когда кто видит видение, не надо сразу рассказать это видение, надо у Бога два-три раза спросить, Господи, если от тебя было видение, то еще раз открой. если человек попадает в сомнение, не верить, что-то прости еще раз, Бог еще раз откроется, это все, а когда идет пророчество, надо тоже бодрствовать, если человек в обиде, раздражении, там дали, может Дух Святой говорить через такого пророка, не может, потому что он нечист, у него дома может скандалы были, с женой, с детьми, или там с соседом, или там с кем-то, знаете, у меня молитва на группу, тоже есть одна сестра, одна там сестры молятся за эту сестру, она одинока, вот, чтобы Бог ей дал силу, чтобы Бог помог, чтобы она могла сама трудиться, сама себя обслуживать, все, после молитвы, эта сестра недовольна, почему можете, чтобы я сама где-то все, знаете, прямо так, недовольна, его сестра, я тоже болею, я тоже просто, чтобы мне не ухаживал, не приходили, мне помогали, чтобы я сам мог это делать, как раньше я ходил, как раньше я все делал, конечно, я тоже все не могу делать, потому что мне спиной, вот видите, как враг сразу действует среди народа, потому что люди не бодрствуют, чтобы нам это бодрство, нам надо исполнять Слово Божие, как Христос сказал, как Христос делал, и то он говорит, братья мои, имейте веру Иисуса Христа нашего, Господа славы, не взядая на лица, первый стих второй главы, имейте веру, здесь он говорит, такие слова еще, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь то, что новость и веном во всем, вот опять закон, знаете, когда людям говоришь про закон про западе, это я уже сказал, это был Старый Завет Израиля, а ты сейчас что? Он говорит, сейчас мы живем под благодатью, если мы живем под благодатью, мои дорогие братья, давайте будем грешить свобода, будем делать все, что нам позволено, почему даже слово что я хочу то я хочу то делаю или не делаю я забыл, я найду, я могу прощать потом, видите, потому что мы сами себя, мы сами должны держаться в рамках, сами должны сказать, да, это мне можно, это мне нельзя, так когда людям говоришь, они недовольны, то он говорит, откуда у вас вражение, распри, недовольствие, отсюда отважление наше, мы просим, желаем, но не имеем, завидуем, мы можем достигнуть приопиратель, враждуйте, не имеете, потому что не просите, он говорит, просите, не получайте, потому что просто не на добро, и чтобы употребить для вашего тления, и он говорит, перелюбодей, перелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, и так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, но ревность любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать по всему искану, Бог годом противится, осмиренным дает благодать. Пусть Бог нас поможет, мои дорогие братья и сестры, и мы должны всегда задуматься, и даже когда Бог, даже я читаю, когда старый отдельный вид говорит Бог, это 19 глава 15 сека, не думайте неправды, не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен и нищему, не угождай лицу великого по правде, суди близко твоего, не ходи переносли в народе твоем, и не восставай на жизнь близко твоего, я Господь, я Господь, не враждуй на брата твоего, сердце твоего, облежи близко твоего, и не понесешь за него грех, не мсти и не имея злобы на судного народа твоего, но люби ближе твоего, как само тебя, я Господь, аминь, вот такие слова нам сегодня Господь говорит, и только сегодня, и мы эти слова сегодня слышали, Бог нам это тоже говорит, тоже в Писании нас стоит, почему Он оставил для нам это заповедь и закон и Слово Божие, для того, чтобы мы читали и исполняли, и чтобы и мы имели эту жизнь вечную, мы знаем все Писания, мы не первый раз здесь находимся, не первый год мы верующие познали Христа, многим может больше, чем я, я с 95 года Богом был, я покаялся, когда мой сын старше принимал водное крещение, это было 2 июля 95 года, а 10 июля 95 я покаю 22 июля 95 года Бог меня крестил двух сильными языками, 30 июня 96 года я заключил с Господом завет Питер, потому что Бог знает каждого времени и Бог каждого видит, Он видит мое хождение, Он видит твое хождение, потому что конечно мы всех из разных стран, мы все здесь разные нации, разные вероисповедания, у Бога нет такого, как мы себя тут делаем, как слово говорит, апостол Павел кажется, говорит, одна вера, одно хрещение, один Бог, а это здесь на земле мы все делаем, а там не будет такое, там мы будем все стоять на суду, и там все, если мы попадем в царство, как Иоанн говорит, там мы все дети Божьи, но она еще не открыла, что мы будем там, если мы будем там, и откроется нам, и покажет нам, где мы будем, пусть Бог каждому поможет, мне и вам, чтобы нам действительно не считать себя христианами кавычка, а истинными детьми Божьими, конечно, я понимаю, что будут трудности, уйдут уже трудности, в местах уже очень трудности, я уже много раз говорю, и говорю, и прошу, молитесь за Индию, там сейчас вообще очень тяжело, местами там очень сильное гонение, убывает людей, церкви сжигают, разбивают церкви, людей выгоняют из церкви, дома их не рушат, разрушают, и там другие страны, но у нас по милости Божьей, что Бог милует нас, почему у нас милует, потому что мы должны сообразить, что мы должны понять, что однажды может и для нас это случиться, мы не знаем, что сегодня сегодня Бог нам дыхание, сегодня Бог дал эту жизнь, чтобы мы сегодня пришли сюда, собрались снова, в эту новую неделю, или в четверг мы соберемся, так, мы не знаем, Бог нам дает интернет, Бог нам дает свет, Бог нам все дает, пожалуйста, дорогая душа, читай, молись, прославляй Господа, ходи в церковь, в группу, там будут твои плоды, там будет твоя жизнь вечная, а сейчас мои дорогие братья и сестры, кто как может, включи все микрофоны, и будем вызывать, стучаться в небо, и будем еще раз строить нужность, веровать, веровать, молиться за сестру Люду, Людмилу, за других еще, за Оксану, маму, будем молиться, я не знаю, она верующая или не верующая, но будем молиться, чтобы Бог тоже сохранял, и каже за нас молиться, ему слава веки, аминь. Молимся. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Целение, сколько горе кругом, Не опишешь пером. Слышно, Боже, шагово приближение, Но в сердце мрак и смерть. Властница царствует грех, Отвлекая людей от спасения. Жажут только одно — веселись, пей вино, И купайся в грехах на ослаждение. Но недолго еще наслаждаться грехом. И кто знает, быть может, сегодня Ты услышишь последний призыв, А потом? Для тебя навсегда станет поздно, А сегодня, сейчас время дано для нас Нам исправить все, что худое, Все грехи удалить, что мешает служить, Чтобы было в нас только святое, Близки Божьи шаги, И повсюду видны исполнение Божьих глаголов Нужно только не спать, Чтобы готовым предстать и восхищением быть Вечным городом. Аминь. Жизнь посвящаю Тебе, И отдаюсь я мольбе, Ты управляй ею сам, И направляй к небесам. Жизнь эта не моя, Так будет пусть твоя, Ее ты сам не дал, Чтоб я тебя прославлял. В мире дьявол царит, Хочет меня погубить, Чтобы ему я служил, И по греху намужил, Но я тебя молю, Силу пошли свою, И мне защиту дай, В битве с грехом укрепляй, Честно желаю я жить, Ближний хочу всех любить, Зло и обиды прощать, И о тебе возвещать. О мой Господь его, Если б я в жизни смог Твою любовь познать, И всем о ней рассказать. Скоро ты в славе придешь, И свою церковь возьмешь, Ты приготовь меня, Чтобы достоин был я. Вечно с тобой прибыть, Злобу людей забыть, И в небе увидать То, что ты хочешь нам дать. Вечно с тобой прибыть, Злобу людей забыть, И в небе увидать То, что ты хочешь нам дать. Аминь, слава Богу. Пожалуйста, кто еще приготовил. Почитаю стих. Пожалуйста. Как хорошо, что можем мы молиться, Склонив колени перед любящим Отцом, И если в жизни нашей что случится, Мы утешение в Господе найдем. Как хорошо, что можем мы доверить Любые обстоятельства Христу, Ведь Его силу людям не измерить, И в мире все подвластно лишь Ему. Как хорошо, что можем мы молиться Не только о себе, но и о других, И от нужды другого не закрыться, Молиться искренне из-за остальных. Ведь каждая молитва не напрасна, На крыльях веры улетает в небеса. Ответы Господа воистину прекрасны, И безгранична к нам Любовь Христа. Молитесь Господу во всякий час, Пусть будет искренний сердец молитва. Как хорошо, что кто-то молится о нас, И можем за кого-то помолиться. Аминь. Аминь. Слава Богу. Стихотворение Любить, надеяться и верить Безжалостен и страшен гнет Упавших в стен Иерихона. Пал необужданный народ, Противник Божьего закона. Там необужданный народ, Где свыше нету откровения. Он сеет в плоть, И прах пожнет, И не дождется восхищения. Он будет прятаться во рвах, Свой грех скрывая, как алмазы. На сердце грязь, Ложь на устах, И помороченный будет разум, Не внявшим Господа словам, Читавшим их, но их не чтившим, Не приближаться к небесам, А в преисподней быть погибшим. Томить согресная душа Без покаяния у порога, Лицемерно, не спеша, Все удаляется от Бога. Очнитесь, Якова сыни, Покайся, дщерь Иерусалима, Не спи, народ, под час войны, Войны духовной и незримой. Тебе напомнить, в чем закон, И посланы зачем пророки, Чтоб разогнать духовный сон, И чтоб поднять тебя на ноги. На страже зорко, чтоб стоял, Свою беспечность удаляя, И дух Господень призывал, Пророчеств не уничижая. Мой дух не там, огласит Господь, Где пляшут с криками на сцене, Где необузданная плоть Полураздета на арене. Мой дух не там, где грешный люд Склонил колени перед мамоной, Но там, где слово Бога чтут, В молитве с головой склоненной. Познай, я справедливый Бог, Не сохраню ни злых, ни скверных, Но отыскал я из берег Рабов и преданных, и верных. Кого поставлю, устоит, Кого избрал, помазан будет. Кто кровью агнца омыт, Тот мне уволен, а не людям. Храни в безмолвии уста, Когда противник ищет ссоры. И имя призывай Христа, Когда твой враг вступает в споры. И не стяжай свои дома, Заклятые из всего мира, Чтоб праведность в тебе была, Храни до свадебного пира. Я непорочный царь и Бог, Язычниками был распятый, Признавший, чтоб меня народ Стал во Христе сестрой и братом. Познавший сына и отца, Да будет кротким и смиренным. Наследник царского венца, Народ искупленный, спасенный. Пусть не страшит тебя народ, Ни притеснитель, ни лукавый. Я в тебе, мой дух святой живет, И я храню тебя для славы. Иди туда, где глаз любви, Где с моим духом есть общение. Святое имя призови, От тяжести дам избавление. Тебя утешу, ободрю, Наставлю истинное святою, Дарами духа одарю, Благословлю своей рукою. Но за ногою наблюдай, Когда идешь для поклонения. Мой дух святой, не огорчай Ни послушанием и забвением. Небрезгующих вижу мздой И жаждущего воздаяния, И с непокрытой головой Я вижу Божие создание. Боишься голод претерпеть, Как будто в чреслах нету силы. Муж Божий будет ли скорбеть, Как нечестивый у могилы? Не бодрствуют мои сыны, У дочерей есть грех сокрытый. И ангелы вам не нужны, Людьми вам страшно быть побитым. Тому, кто верен в малом, был, Царем, отцом и Богом буду. А тем, кто худо поступил, В наследие оставлю худо. Кто может гнев мой испытать, Чужими ходит пусть дворами. Кто ищет Божью благодать, Тот ходит Божьими путями. И внемли слову моему, Встань на колени с покаянием. Я не желаю никому, Ни зла, ни смерти, ни страданий. Как дорого я заплатил, Чтоб ты стремился к жизни вечной. И на Голгофе кровь пролил, Для славы Божьей бесконечной. Венец творения всего Я так хочу с тобой вечерять. Возьми от духа моего Любить, надеяться и верить. Аминь. Псалом. Я в бессмертии иду, Наступая на зло, И скорби, и страданий Дорога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. Знаю я, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Против истинный войск. Против истинный войск ведет сатана, Духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди, Ждет меня впереди, Неземная страна, Потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, Исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что если любящий Бог, То я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, Мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. Слава Господу! Жизнь без Бога даром прожитые годы, Не утертая никем слеза. Жизнь без Бога, как каприз погоды, То добра к прохожему, то зла. Жизнь без Бога, неуютность дома, Это словно солнце без тепла, Словно ливень без раскатов грома, И бывает часто немила. Жизнь бессмысленна без Бога, непонятно, Созданная Богом красота, Жизнь без Бога не всегда приятна, И глупа без Бога, и пуста. Это словно птица без полета, Это словно реки без воды, И не заблуждается пусть кто-то, Что, живя без Бога, счастлив ты. Без него сомнений бесконечность, Жизнь без Бога горе и беда, И утраченная с Богом вечность, Не на краткий миг, а навсегда. Жизнь без Бога горячий сомненья, Жизнь без Бога просто суета, Расскажи всем людям о спасенье, Расскажи всем людям про Христа. Друг они в Христа поверят и откроют, Сердца двери и грехи свои оставят, И свободны люди с Богом станут. Жизнь без Бога просто наказание, Каждый грешник выбрал его сам. В грешных душах вспыхнет пусть желанье, Покаянье и пасть Христа нога. Жизнь без Бога горе и страдания, И потеря неба для души. Не достичь небес, без покаяния, Про Христа всем людям расскажи. Друг они в Христа поверят и откроют, Сердца двери и грехи свои оставят, И свободны люди с Богом станут. Друг они в Христа поверят и откроют, Сердца двери и грехи свои оставят, И свободны люди с Богом станут навсегда. Слава Богу! Слава Богу! Да, слава Господа! Ну, читай, Таня, пожалуйста. Слава Богу! Мы ждем Христа. Не правда ли, братья и сестры, С надеждой в сердце, Что так близок час, Когда раскроет вечность нам Свои объятья И от всех бед земных избавит нас, Мы говорим друг другу, Время близко. И, к сожалению, смотрим на людей, Которые в пороках пали низко, Не зная страшной участи своей. Да, время близко. Время так серьезно. Друзья, не пора ли нам взглянуть, Кажется, на чужой, На свой житейский путь? Вот здесь, сейчас, сидя перед экраном, Пусть каждый взвесит искренне себя, Пусть сердце спросит, Господи, Не я ли, не я ли тот, Который за обиду Готов вредить друзьям из-под тишка? Кто за наживу потерял из виду Могучий светоч Божья маяка? Не я ли став на гордом тедестале? Своих ошибок не хочу сознать. И в час тревожный, Господи, не я ли, Все так беспечно продолжаю спать? Друзья, ведь Бог и сегодня подымает Большое решето в своих руках, И как зерно Он церковь просевает, Не подступает ли к сознанию страх, Что, занявшись ненужными делами, Заботой окунувшись головой, Мы даже не заметили, как сами Просеялись с ненужной шелухой. А на словах Иисуса прославляя, Мы будем жизнь беспечно продолжать, Судить других, того не замечая, Что нам самим то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, Но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, Мы средь спасенных встретим славный час, Поэтому почаще на коленях Заглядывайте вглубь своей души, Чтоб чистым быть от лести, От сомнения, От суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, Что все, кто есть в эфире, Сегодня слушают Божественную весть, Зерном отборным в решетеп остались, За все Иисусу воздавая честь. И в славный день, когда придет Спаситель, Услышать мог, как скажет Он любя, О верный раб, войди в мою обитель, Я приготовил место для тебя. Слава Богу! Да, слава Богу! Я тоже сейчас тоже хочу еще по милости Божьей прославить Господа. Нельзя хранить в душе ни капли зла, Ведь Господь становится там тесным. Прости им, Отче, не имени греха, Пусть сердце прозвучит обидно честно. Да, верю очень больно иногда, Дай Господу вступиться Он с тобой, И Дух Святой утешит и исцелит Твое сердечко нежную рукою. Он помнит, ему тоже больно, Когда кричат, Когда друг другу козни, Когда неискренно, Когда уж брат, не брат, А конкурент, И в сердце неспокойно, Улыбка на спиной, автомат. Стреляем в ближнего, Стреляем в Иисуса, Плюем ему, распятому в лицо, Обида в сердце, От змеевого укуса. Он лучше пострадает, Чем от нее, Когда она ползет, Как неискромя, Но не спрашивая, Можно ли войти. Прошу тебя, И ради Иисуса, Тихонько в дверях В сердце прошепчи, Да больно очень, Но прощаю Божие, Ведь ты прощал, И сердце затвори, Иначе заползет, Иначе жалит, И угадать, И угнетать, Сначала будет враг, Ну а потом, И коликом словам, Начнет других через тебя терзать, Давайте вместе, Мои братья и сестры, Смотреть на образ Господа Христа, Распятого в мучениях на Голгофе, Просившего с любовью у врага, Поддерживать друг друга добрыми словами, Другого почитать, Вышим из себя, Ходить не перед братом, Ходить не перед братом, Перед Богом, Кто доброту излил И наши ей сердца, Нельзя хранить в душе ни капли зла, Ведь Господу становиться там тесно, Прости им, Отче, И не вмени греха, Пусть для любви Освободиться местом. Аминь, да, Ждем, когда Спаситель наш придет, Ему мы Аллилуйя воспоем, Ему мы Аллилуйя воспоем, Ему мы Аллилуйя, Ему мы Аллилуйя воспоем, Мы все его застретим на пути, Мы все его застретим на пути, Мы все его застретим, Мы все его застретим на пути, Ему мы Аллилуйя воспоем, Ему мы Аллилуйя воспоем, Ему мы Аллилуйя воспоем, О грешнику стоишь ли на пути, О грешнику стоишь ли на пути, Ему мы Аллилуйя воспоем, Ему мы Аллилуйя, Ему мы Аллилуйя воспоем. Да, я не, слава Господу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Бирж, Нема в останнє говорить слова, Не раньте ближніх необачним словом, Слова слова одні несуть життя, Від інших смерть і нещаслива доля, Несіть у світ побільше добрий слів, Благословення кращий подарунок, Хто зрозуміти ціні слів зумів, Той світ несе напій тілющий трунок, Не поспішайте говорить слова, Коли в душі вас вирує буря, Всі тягарі не сійте до Христа, І Він розрадить смутний серце хмуре, Крізь прагнуть люди благодатних слів, Без лицемірства, Котріб їх зміцнили, Котріб на роздоріжжі сірих днів У серці віру радість запалили, Ласкаве слово, мов солодкий мед, Душі приємне, зцілення для духа, Любов душі нехай не знає меж, Давайте воду там, де є послуха, Несіть життя, розбуджуйте, творіть, Любіть і вчіться кожен день у Бога, Коли немає свін, то промовчіть, Не ослудивши й думкою нікого, Ласкаве слово, світі дихвіцит, Із уст не раз летять слова бур'яни, А серце збайдужили, мов граніт, Несіть Христа, хай Він зціляє рани. Слава Богу, Светить Господа, так тороплюсь, для поклонения место есть под кровью, который за нас пролил Иисус. Давным-давно, еще в Саду Эдемском, спасение человека видел Бог. Разрушится греховное наследство, что воцарилась Божия любовь. Но кто невинным Агнцем назовется? И кто рискнет всех грешников любить? На землю кровь невинная прольется, и невозможно это изменить. Бог, Бог и не изменил, Он так и сделал. И Агнец, и спасение пришли, и было на кресте, распято село, и руки Божьи грешный мир спасли. Всем нам теперь упасть бы на колени и Господа прославить своего. Но изменить мы пробуем спасение и состязание Богом с Богом. О вавилонского образования, на разу это Божья благодать, приложены огромные старания, чтобы о чем-то как-то Богу помогать. Оно и никогда не помогало. Один Господь все правильно решил, что наших сил Ему не доставало. Нет, Богу человек не помешал. И человеческая мудрость блекнет. Она невластна приближать рассвет. Господь дает спасение человеку. Без Бога человека просто нет. Я преклоняюсь перед такой любовью. Насвечу с моим Богом тороплюсь. Здесь встретимся. А у места есть под кровью, которую прорвел и за нас Иисус. Павел Господом. Да, Слава Господу, Слава Господу, Молодой Данной Богу. Пожалуйста, товарищ Павел Господом. Я прочитаю еще один стих. Пожалуйста. Научи меня, Боже, молчать. Меньше слов говорить напрасных. Но почаще Тебе устремлям взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью. И всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать. Как прощал ты врагов, умирая. И свой путь на земле совершать. С твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимны радости, гимны хваления. Чтоб могли они душу согреть. Дни печали, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать. Научи побеждать все тревоги. И в законе Твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь. Сестра Оля, вирш. Молитва — это встреча с Богом. Неспешный, тихий диалог. Ты говоришь совсем немного. Но слышит душу Твою Бог. Он мысли все Твои читает. И видит каждого насквозь. Без слов тебя он понимает. Вопрос, ответ, ответ, вопрос. Ты беспрекрас, душа нагая. И не слукавить, не схитрить. Молитва — это жизнь другая. И без нее нельзя здесь жить. Перед вселенной ты в ответе. За каждый звук, за каждый слог. Нельзя бросать здесь словно ветер. Тебе внимает мудрый Бог. Молитва — жизнь, общение с Богом. Неспешный, тихий диалог. И говорить не надо много. Без слов все понимает Бог. Аминь. Да, и аминь. Слава Господу, слава Господу. Пожалуйста, кто еще? Светлая Людмила Шуманова, вы желаете? Ну хорошо. Моя жена сейчас поет. Может кто-то еще будет готовиться? Пожалуйста. Я тихо склонюсь на молитву И руки тихонько сомкну И дух покидает мой битву И вместе с ним я отдохну В молитве есть что-то святое Знакомое мне и другим В молитве, как сладостном рае К бригам я несуся родным Молитва порой тихо спетая Порой из разбитых сердец Всесильным Иисусом В молитве, как сладостном рае В молитве, как сладостном рае Таишь ты в глубинах, как много полезного ясного Черепаю, как сладостном рае Молитве и что-то святое Знакомое мне и другим В молитве, как сладостном рае К бригам я несуся родным Аминь Я тоже зачитаю стих Суета Суета, безобидное, вроде бы слово Но она, как тросина на душу твою И когда говорим о грехах То бесспорная суета Не стоит списки в первом ряду Суета Это ценности В жизни подмена Суета Это тяжкий Духовный недуг Цель врага Заглушить Суетой все это слово Чтоб оно слово в тени Не прошло Боже цель суетой Как туман он покроет Боже волю Засменит Буду это ничто Это мир Его славу Тебе враг Предложит Только бы ты Отступил Поклонился ему Только бы ты Не читал Только бы ты Не молился Только бы Не видел И удел Свой ты в этом миру Только бы жил Как все К Богу Чтобы не стремился И чтоб Совестью чистой Не служил ты Христу Если ты Отступил Или Засуетнился Если ты Охолодел Своё время К тому Кто тебя Возлюбил Кто до смерти Смирился До обеды Своей Обнови Обнови Ты ему До обеды Своей Обнови Ты ему Покаяние Приди Низко Низко Склонившись Богу Поднимай Тебя Ведь ты Дорог Ему Приди Иди За Христом Пребывай В молитвах Как Как и он Был Общение С Богом Отцом Приди Иди По пути Слово Божие Вникая Чтобы Семьи Его Твоем Цвет Росло Конец Чтобы Его Глубоко Проникали Чтобы Царство Божие Тебе Возросло Аминь Слава Господу Может кто-то Еще Приготовил Пожалуйста Как приятно Коли Уъездані Мы Зидем Успиль Мехалі Гарно Є Як Скорботи Степіння Переносим З надією Ми Гарно Є Коли Серце Свободне Як Чудово Тоді Коли В нім Нема Зла Любота Гарно Є І Спокійно І Душі Де завжди Тишина Добрий Ти З Ісусом Дорозі Легко З ним Будь Агар Він Несе Дружині Коли Серце В тривозі Ти Довілься Йому Він Веде Гарно Є Коли Серце Свободне Як Чудово Тоді Коли В нім Нема Зла Любота Гарно Є І Спокійно І Душі Де Завжди Тишина Добре Нам Коли З Богом Щасливі Він Ніколи Нас Не Залиши Потерни З тих Колючих Дорогах Добре Разом І З Богом Ходи Гарно Є Коли Серце Свободне Як Чудово Тоді Коли Мені Нема Зла Любота Гарно Є І Спокійно І Душі Де Завжди Тишина Слава Богу Слава Господу Насі Стратання Пожалуйста Ще Віршко Читай Нам Потрібно Дійти Нелегка Нам Дорога Злобушує У світі Так Багато Зупинок На нашім Путі Ворог Ворог Скріз Заставляє Виставляє І Пастки І Сіті А ми Йдемо До неба Нам Потрібно Дійти Ще І Рідних Потрібно Привести До Бога У душі Нам Принести 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 Плоди До кінця Залишитися Вірними Треба Бо На небі Чекають Духовні Скарби Нам Потрібно Дійти Неодмінно До неба І Прибуток Талантів Христу Віддасти Тягарі Всі Гріховні Залишити Треба А інакше Не зможем Нагору Зійти Нам Потрібно Прийняти Христа Повеління Перемогу Отримать Духовні Пійні Мати Частку У першому Дні Воскресіння Щоби Чистими І легкими Знятись З землі Нам Потрібно Дійти Серед Всяких Обставин Хоч Ворожі Спокуси Постійно Летять Нам Потрібно Прорватись Крізь Сірі Тумани Щоб Ніщо Не могло Повернути Назад Нам Потрібно Дійти Залишилося Мало Може Два А можливо Один Поворот І Побачим Присутності Божої Славу Як Полине До неба Господні Народ Слава Богу Да Слава Богу Слава Богу Может Кто-то Ещё Желает Прославить Пожалуйста Время Йдёт Ну хорошо Если Больше Нету То Мы Сейчас Ещё Помолимся За наши Нужды За наши Проблемы Я Я Ещё Немножко Остановлюсь На Слову Божьем И мы Будем Молиться В первую очередь Будем Благодарить Господа Что Господь Нас охранял Сохранял До этого дня До этого часа И сегодня Охранял Нас оберегал Мы сегодня Тоже Много Слышали И Слово Божье Проблемы Слышали И Псалмы Стихи Что нам Господь Сегодня Проговорил Каждому Сердцу Нашему И Каждому Себя Сейчас Исследовать Как Говорит Апостол Пау Исследуйте Себя Внимательно Смотрите Как Я И ты Живёшь На этой Земле И чем Ты занимаешься И что Ты делаешь Знаете Здесь Ну как Можно Много Говорить Много Проповедовать Много Всё Да Но Есть Своё Время Вот И сегодня У нас Время Тоже Уже Уходит Потому Что У каждого Есть У каждого Есть Своё Время Там Ну У нас Только Сейчас 23 Полдевятого У кого Полдесятого Может У кого Ещё Больше Может Ещё Такого Утро У кого Но Бог Знает Сколько И что Должен Человек Слышать И Конечно И Должен Исполнять Как Я уже Говорил Что Я Много Говорил То Что Положено Нам И Он Сказал Слово Своё Чтобы Мы И Слышали И И Исполняли Знаете Даже Бог Когда Уже Я Обращаюсь Иду Обратился Обратиться От Злых Путей Ваших Действительно Сегодня Бог Нам Дает Это Ещё Время Сегодня Бог Нам Ещё Предупреждает И Хочет Чтобы Каждый Человек Имел Эту Жизнь Вечную И Он Как Раньше Мы Говорили Своих Старых Заветов Пророкам И Сейчас Уже Новые Заветы Тоже Говорит Бог Своих Пророков Чтобы Люди Обратились Чтобы Люди Покаялись Чтобы Люди Жили В мире Любви И Он Тоже Говорит Так же И И И Тоже Говорит Снова Бог Говорит Это Восемнадцатая Глава Двадцать Третий Стих Разве Я Хочу Смерть Тебе Смерть Беззаконий Говорит Господь Бог Не Товоль Что Они Обратились Не Товоль Что Он Обратился От Путей И Был Жил И Здесь Он Тоже Нам Говорит Чтобы Бог Не Хочет Никакого Смерти Никого Ни Мне И Вам И Мира Люди Он Не Хочет Чтобы Люди Обратились К Нему И Оставили Все Эти Пути Которые Они Делали На Земле Сейчас Как Мы Мир Делаем Сейчас Я Обращаюсь Буду Говорить Слово Божие Из Нового Завета Где Христос Нам Говорит Слово Божие Его Это Через Своих Эвангелистов Это Луки Он Говорит Такие Слова Это Лукан Тринадцатая Глава Двадцатый Стих И Ниже Некто Сказал Ему Господи Неужели Мало Спасающих Он Сказал Им Подвязайтесь Войти Сквозь Тесные Врата И Восказываю Вам Многие Поищут Войти Но Невозмогут Когда Хозяин Дома Встанет И Затворит Двери Тогда Вы Стоим Не Станете Стучать Двери И Говорить Господи Господи Отвори Нам Но Он Скажет Вам В ответ Не Знаю Вас Откуда Вы Тогда Станете Говорить Мы Ели И Пили Перед Тобою И На Улицах Наших Ушил Ты Но Он Скажет Говорю Вам Не Знаю Вас Откуда Вы Отойдите От Меня Все Делающие Неправды Там Будет Плачет Скажет Зубов Тогда Увидите Авраама Исаака Якова И всех Пророков Царства Божьим А себя Изгоняем И Вон И Придут От Всего От Востока И Запада И Севера И Юга И Возлягут Царство Божие И Вот Есть Последние Которые Будут Первыми И Есть Первые Которые Будут Последними Слава Господу Мои дорогие Братья И сестры Эти слова Сегодня Господь Проговорит Проговорил Сегодня К нам К нашим Сердцам И Он Действительно Сказал Такие Слова Некто Сказал Кто Там Из Учеников Или Там Может Люди Его Спросили И Он Сказал Кто Может Войти В Царство Божие Кто Может Спасаться И Бог Что Отмечает Он Говорит Подвязать Сквоз Теста Врата И Сказал Многие Поисчут Но Не Воскогут Да Мы Знаете Мои Дорогие Братья И Сестры Мы Все Хотим Туда Мы Все Хотим Туда Быть Царство Божие Но Нам Надо Трудиться Нам Надо Как Он Говорит Чтобы Мы Туда Действительно С Трудом С Трудными Будут Трудности На Путях Нас Ожидать Чтобы Мы С Трудности Зашли Туда В Царство Божие Потому Что Бог Как Мы В Откровении Читаем Там Бог Говорит Такие Слова Что Туда Только Войдут Чистые Те Которые Исполняют Запад Его Те Которые Делают Истину Правду Не Говорят Ложь Не Обманывают А Говорят Истину Каждому И Здесь Он Тоже Говорит Когда Хозяин Дома Встанет И Затворит Двери Тогда Вы Станете Стучать Двери И Говорит Господи Господи Отвори Нам Но Он Скажет Вам Ответ Не Знаю Вас Откуда Вы Действительно Пока Еще Можно Сказать Господни Двери Открыты Пока Еще Бог Каждому Еще Дает Еще Время Благоприятность Для каждой Души Каждому Он Дает Чтобы Мы Еще Обратились Чтобы Мы Еще Покали Чтобы Мы Очистили Потому Что Каждый Не Знает Когда Уйдет Эта Земля Я Сегодня Говорил Я Вчера Смотрел Это Видео По Этому Ватюм Там Очень Много Поход Особенно Молодые Стариков Там Старцы Старшие Люди Очень Мало Особенно Молодые Которые Которые В 2004 Году Родились Которые Только Родились В 2014 Году Вот Видите Как Бог Забирает Я Уже Говорил Сегодня Бог Сказал Через Пророчество Приду На Землю Буду Забирать Готовы И Не Готовы И Каждый Человек Смотри В себя Готов Ты Сегодня Войти С Царства Твоем Пусть Бог Поможет Нам Чтобы Нам Действительно Быть Там И Он Говорит Когда Они Скажут И Мы Скажем Господи Мы Читали Мы Слышали Мы Были На Служении Мы Были В группах Везде Он Скажет Говорю Вам Не Знаю Откуда Вы Отойдите Меня Все Дело Неправдно Вот Эти Слова Когда Бог На Суду Скажет Тебе И Мне Очень Будет Тяжело Там Будет Плач И Скажет Зубов Когда Увидите Авраама И Исаака И Аков И Всех Пророку Царства Божьего А Себя На Ним И Придут От Востока И Запада И Севера И Юга И Возглянут Царство Божьем И Вот Есть Последние Которые Будут Первыми И Есть Первые Которые Будут Последними Пусть Бог Каждого Поможет И Мне И Вам Чтобы Нам Действительно Сегодня Чтобы Бог Охранял Нас Чтобы Нам Бог Дал Несет Силу Чтобы Бог Дал Нам Мудрости И Даже Еще Говорит Слово Божие Это Иоанна Первое Послание Иоанна Первой Главе Первого Стиха Всякие Верующие Что Иисус Христос От Бога Рожден И Всякие Любящие Рожденные Рожденные От Него Что Мы Любим Детей Божьих Узнаем Из Того Когда Любим Бога И Соблюдаем Запад Его Ибо Это Есть Любовь К Богу Чтобы Мы Соблюдали Запад Его И Запад Его Не Тяжки Ибо Всякий Рожден От Бога Побеждает Мы И Сын Есть Победа Победивший Мир Вера Наша Кто Побеждает Мы Как Не Тот Что Верует Что Иисус Здесь Видите Здесь Он Нам Говорит Всякий Верующий Что Иисус Есть Христос От Бога Рожден Что Мы Любим Детей Божьих Узнаем С того Когда Любим Бога И Соблюдаем Запад Его Я Уже К тому Говорил Что Сейчас Говорят Что Нам Это Запад Не Надо Нам Это Закон Не Надо Это Все Для Того Для Того Для Того Она Все Для Если Мы Сейчас Мы Живем В этом Миле Если Мы Как Мы Говорим Это Нам Законы Запад Не Надо Мы Живем Здесь На Земле Мы Мирские Мы Должны Супредать Законы Запад Можно Так Сказать Тоже Законы Особенно Здесь На Земле Законы У Всех Есть Если Ты Что Не Так Делаешь То Или Страфуют Или Посадят Если Ты Учился На Примерно На Вождение Есть Которые Тебе Учат Ты Должен Его Исполнять Если Ты Переехал Через Красный Свет Что Сделали Это Нарушение Ты Исполняешь Их Закон Не Слушается Переехал Но Потом Ты Получаешь Штрафы Там Пункты Забыл Там Все Такое Так Сам И Слово Божие Говорит Говорит Я сегодня Читал И Говорит Кто Один Запад Или Закон Нарушит Такие Царства Божие Не Наследуют Пусть Бог Насохранит Каждого Чтобы Нам Как Мы Собравшись Сегодня Чтобы Мы Друг за Другом Молились Чтобы Мы Сегодня Эти Нужды Которые Сегодня Будут Сказаны Чтобы Мы Не Только Здесь В Группах Молились И Молились Дома Чтобы Мы Вместе Молились И Дома Когда Мы Молимся Дома Когда Мы Разойдемся Сегодня Из Группы За Эти Нужны Чтобы Нам Дух Святой Напоминал На Кого Надо Молиться Еще Потому Что Написано Усильно Молиться Дает Все Когда Мы Дружно Будем Сверо Молиться И Бог Нам Выйдет На Встречу Бог Нам Поможет Я Молил И Каждому Себя Сейчас Себя Поставить Как Я Молюсь Как Я Делаю Или За Своих Друзей Молюсь Или За Своих Братьев Или Даже До Врага Написано Мы Мы Должны Тоже Молиться Да Конечно Иногда Тяжело На Сердце Очень Тяжело Особенно Сейчас На Этой Земле Там Где Украина Война Идет Бог Говорит Тоже Слово Любите Христос Тоже Ему Тоже Над Ним Все Делали И Плевали И Там Били И Все Делали Он Что Сказал Господи Прости Он Не Знает Что Дальше Он Сих Знает Что Делали Один Господь Знает Мы Не Знаем Бог Знает Все Почему Бог Все Допускает Потому Что Иногда Надумайся Действительно Он Пробирает Наше Состояние Наша Любовь Что Он Пробирает Даже Ангелы Четвертой Главе 15 Он Говорит Десяти Слова Кто Исполняет Что Исповедует Что Иисус Есть Сын Божий В том Пребывает Бог И Он Бог Видите Здесь Он Тоже Нам Говорит Даже Апостол Павла Говорит Римлянам Это 10 Глава Я Зачитаю Что И мы Будем Молиться И Благодарить Господа Что Господь Он Был С Нами Духом Святым И Как Он Говорит 9 И Ниже Ибо Если Устами Твоими Будешь Исповедовать Иисуса Господу И Светнут Веровать Что Бог Воскресил Его Из Меты То Спасется Потому Что Сердце Верует И Праведность Устами Исповедует Госпосение Ибо Писание Говорит Всякий Верующий Него Не Постынится Пусть Бог Поможет Нам Всем Чтобы Нам Действительно Не Бы Особенно Это Время Как Мы Сейчас Не Видим Какое Время Сейчас Очень Время Напряженное Для Каждой Страны Для Каждого Человека Потому Что Время Действительно Напряженное Для Каждой Души Почему Так Я Уже Еще Раз Напомню Почему Люди Сейчас Многие Не Ходят Церковь Не Ходят Группы Потому Что Не Бодрствует Человек Его Знаете Нет Желания Его Нет Желания Посещать Церковь Посещать Группу Там Надо Трудиться Нам Надо Там Надо Читать Проповеди Или Там Сейчас Особенно Молодые Братья Не Хотят Трудиться Проповедовать Или Там Другое Потому Что У Человека Лень Он Не Желает Трудиться Он Думает Что Он Уже Все Покаялся Даже Это Водное Крещение Принял Заключил Богом Завет Или Там Бог Крестил Его Духом Святым Нечественным Лже Лже Учителей Лже Проповедников Лже Апостолами Которые Сейчас Очень много Вероисповеданий Я же говорил Нам О Пророках Которые Придут Во вечер Шкуру Обманывать Кажут Потому Что И Бог Сказал Остерегайтесь Стойте На страже Даже Он Ганайте В последнем Местописании Я еще Хочу Зачитать Это Второе Послание Иоанна Он Тоже Нам Говорит Такие Слова Вот Одна Глава Только Шестое Стих И Ниже Такие Слова Он Говорит Любовь Вже Состоит В том Чтобы Мы Поступали По Запад Него Это Та Запад Которую Вы Слышали Сначала Чтобы Поступали По Ней Ибо Многие Оболстители Вошли В мир Не Исповедавшие Иисуса Христа При Щедшем Вопрос Такой Человек Есть Оболститель И Антих Наблюдайте За собой Чтобы Нам Не Потерять Того Над Чем Мы Трудились Но Чтобы Получить Полную Награду Ся Ся Преступающие Учение Христов И Не Пребывающие В нем Не Имеет Бога Пребывающие Учение Христов Имеет Отца И Сына Кто Приходит К вам И Не Приносит Сего Учения Того Не Принимайте В дом И Не Приветствуйте Его Ибо Приветствующий Его Участвует В Жилых Делах Его Аминь Говорит Слово Божие К нам Сегодня Он Каждый День Когда мы Читаем Дома Или Слышим Церковь Он Каждый Раз К нам Говорит Он Ничего Здесь Не Убавляется Ничего Здесь Не Прибавляется Я Уже Говорил Это Только Мы Можем Убавить И Прибавить Потому Что Мы Иногда Не Боимся Не Боимся Бога Но Бог Нам Очень Строго Говорит Мы Хорошо Знаем Все Местописания Все Слова Что Нам Христос Говорит И Бог Последнего Откровения Говорит Кто Что Прибавит Кто Что Убавит Бог Может Наказывать Нас Да Неправду Потому Что Бог Нелесеприятель Он Видит Мое Сердце Он Видит Твое Сердце И Сегодня Здесь На этом месте Да Сегодня Здесь И Враг Там Где Дети Божие Собирается Там Враг Среди Нас И Там Враг Каждому Тоже Может Шептать И Сегодня Он Может Сказать Что Что Слушайте Что Вы Думаете Он Дает Другие Мысли Чтобы Отвлечь Что Несли Было Присто Много Раз Многими Тихами Он Отвлекает Человека Он Убирает Человека Ну Как Можно Сказать Настоящий Ум Отвлет Свой Человек Отступил От Бога Чтоб Человек Не Слушал Его Слово Божие Потому Что Он Имел Жизнь Вечную Он Так Делать Враг Потому Что Когда Мы Были В Мире Мы Все Делали Что Он Хотел С вами Делал Но Когда Бог Нашел От Наш Нас Коснулся Сердце Наше И Мы Покаялись Теперь Для Бога Минус Это Для Врага Минус Теперь Надо Ему Воевать Этому Врагу Чтобы Снова Забрать Человека Из Церкви Чтобы Человек Снова Отступил Чтобы Человек Не Ходил В Церкву Знаете Сейчас Очень Много Когда Люди Не Приходят В Церкву Спрашивают Почему Ты Не Прошел В Церкву Что Случилось Там У меня Голова Заболела Я Не Мог То И То Это Причина Человека Если Ты Рас Скажешь Что Голова Заболела И Ты Не Пришел На Служение Знаешь Уже Враг Тебе Взял Я Тоже Болею Мне Тоже Иногда Бывает Так Тяжело Даже Вставать Спина Болит И Я Молюсь Господи Помоги Мне Быть Церковь Народом Твоим Бог Дает Силу Если Человек Только Желает А Если Человек Только Не Хочет Он Не Пойдет А Враг В Ладоши Хлопает Раз Один Человек Взял Второй Раз Или В Субботу Или В В В В В В В Молитвене Так Сам Так Потихоньку Человек Отступает От Бога И Там Написано Тогда Человек И Не Холод И Не Гараж И Не Теплый Пусть Бог Поможет Нам Чтобы Нам Действительно Не Быть В Кавычках А Быть Настоящими Детьми Божьими Как Написано Слово Можем Есть У Кого Сейчас Нужно Есть У Кого Проблемы Пожалуйста Говорите За Это Мы Собраны Сегодня Во Им Молитвы Очень Помогают Молитвы Божьего Народа Пожалуйста Продолжайте Молитвы За Мою Люду Чтоб Прошли У Нее Эта Тошнота Ноги Прошли Болеть И За Меня И За Здание Церкви Ведвага За Брат Асано Чтоб Его Дорогу Господь Благословил И Прибывая Там У Люды За Все Вам Благодарна За Ваши Молитвы Спасибо Прошу Подтримать Молитвы Брат Пася Поехал Зараз Вечером На Ферсонщину Там Зараз Ну Тяжка Обстановка Хай Господь Благословить Дорогу Зай Зворотню Служин Як бы Проводить И Також Прошу Подтримать Молитвы За Племеннице Человека Зробили Стадную Операцию На голову Углину Видаляли Вот Потім Сестру Веру Из Ваптийской Церкви Онко Дуже Важко Переносить За Семью Мою За Брата Сано Дорогу Хай Благодарю Благодарю Пересек Кордон Також За Мир В нашей Країні За Наших Друзів Які Там В тих Місцях Де Вода Затупила Де Війна Хай Господь Змивиться Захистить І Зупиниться Беззаконне Дякую Засе О Я хочу Я хочу Поблагодарить Господа Мы молились Я до больницы Еще просила Молиться Остыне Который Уехал В Германию Он уехал В конце Мая 25 Мая Он уехал Уже Устроился Работает Все Слава Богу Благодарю Господа За Молитву И Хочу Помолились Еще За Меня Чтоб Господь Дал Силы Чтоб Я Могла Подкрепиться Физически Еще Тяжеловато Мне Еще Давление Сильно Упало Итак Ну Слава Богу На ногах Дома И Благодарю Господа Слава Будем Молиться Будем Благодарить Господа Здравствуйте Мир вам Братья И сестры Слышно Меня Да Да Спасибо У меня Такая Нужда Моя Нужда Там За Правую Ногу Проблема С ногой Нога Очень Сильно Болит Внутри От Бедра Адонизаш Это Одна Нужда А вторая Нужда Одна Семья С Аргентины Они Украинцы Будут Ехать Сюда В Канаду Ну Чтобы жить Чтобы Господь Помог С визами Что У жены У жены У жены Виза У него Нет И у детей Вроде Нет А может У детей Уже Есть В общем У него Нет Визы Звать Их Лариса И Сергей И Семья 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 Нет А курин У меня Немножко Воевал Ну Работу Просил Бога Чтобы Бога Меня Освободил Но Слава Богу Бог Меня Освободил Тоже Конечно За Эти Будем Молитвы За Мого Швагра Там В Казахстане От Моей Жены Брат Он Там Тоже Там Два Брата Еще В Казахстане И Один Брат Там Он 56 Года Его Жена Умерла Вот Два Года Вот Тому Назад Ей Ногу Отняли Правую Вот Сахарный Диабет Был От Пальца Началось Гнить И До Самой Ноги Там Подняли Вот И А Сейчас Он У Дочки Там Есть В России Вот И Он Там Нашел Одного Друга Ну Он Той Друг Сидел Там В Тюрьме И Он Начал С Ним Пить Вот И Тоже Это Самое Племянники Племянница Просит Моей Жене Чтобы Тоже Болились Мы Просили У Господа Чтобы Бог Освободил Жених Брата И Могу Моего Шваграта Дякую Дякую Богу За всі Милості Прошу Помолиться Щоб Бог Дал Покаяння Дітям Покаяння Батьку Сестри І Зберіг Мого Свата Неві Ніхай Бог Його Спаси Помил Збереже Дякую Дякую Збереже Будь Молиться Сестра Оксана Ну Хорошо Можете Хуто Іщо Пожалуйста Дякую Сестра Оля За все Великое Дякую Прошу Помолитися За спасення Дітей За мир У світі За приміщення Для нашої Церкви За благополучне Повернення Брата Сано Дякую Да Можете Молиться За брата Сано Сейчас Я думаю Что уже В Польщу Там У сестри Люди Я не знаю Потому что Сестра Люди Вийшла Она сказала Если что Она выйдет Может Он уже там Не знаю Ну Будь Конечно Молиться Чтобы Бог Его тоже Сохранил Вот Если Бог Даст Он может Уже Будет Четверг Он Будет Уже Вести Служение День Не так Я может Сказал И был Простите Меня Тоже Все Может Не так Я вас Учил Может Не так Кто-то Сказал Может Что-то Увидели Меня Тоже Я прошу Простите Простите Меня Уходьте Сейчас Любови И молите За меня Тоже Чтобы Бог Меня Тоже Укреплял Дал Силы Здоровья Чтобы Я мог Тоже Как Мне Поставлено Пасторную Церковь Чтобы Я мог Вести Народ И Тоже Конечно Учил И Как Слово Говорит Не убавлять И Не прибавлять И Как Мы Сейчас Будем Заканчивать Наше Служение И Брат Алитей Закончит Наши Молитвы Он Закончит Молитву А Я Сейчас Еще Зачитаю Благословение И Мы Будем Говорят Скажи Ааронам И Сынам Его Так Благословляйте Сынов Израиля Говоря Им Да Благословить Тебе Господь И Сохранить Тебе Да Прожить На Тебе Господь Светом И Солнце И Помилуй Тебя Да Обратит Господь Лицей Свою На Тебя И Да С Тебе Мир Так Пусть Призывает Имя Мое На Сынов Израиль И Я Благословляю И И И И Всех Тоже Благословляю Во Имя Иисуса Христа И Пусть Господь И Вас Всех Благословит Надали На Эту Ночь И Конечно И Духовно И И Исчеление Чтобы Бог Всех Тоже Исчелил То Что Нужается Тоже В Исчелении За Внука Прошу Молитесь За Нашего Внука У У нас Рукой Тоже Проблема И Сегодня Сын Позвонил Они Смотрели Ее Там Это ЦД И Сказал Что Нехорошо С его Рукой Опять Хотят Его Оперировать И Я Очень Прошу Что Молитесь Что Господь Все Можется Делать Да Будем За Него Молиться Я Уже Молился И Шамуль Молиться Но Бог Все Устроит Только Вера Нам Надо Конечно Вера Нас Иногда Слабеет Иногда Нет Доверия Иногда Сомневаемся Но Бог Знает Как Я Сегодня Считал Слово Как Слово Нам Учат И Говорит Чтобы Была Вера Я А Если Бог Да Еще Раз Встретимся Четверг Вот Может Уже Брат Сынок Будет Вести Служение Я Не Знаю Пусть Господь Вас Всех Благословит Я Вас Всех Благословляю Во Имя Иисуса Христа А Сейчас Мы Включим Наши Микрофоны Будем Молиться А Брат Алисей Законит Наше Служение С Молитвой Ему Слава Во Аминь